А в Тюменском институте культуры встретились участники проекта «Читать модно». На этот раз с гостем стал известный писатель и журналист Анатолий Амельчук. Он представил студентам и поклонникам творчества свою новую книгу. Все подробности у Марии Пантелеевой. Козырный век. Зачем? Именно так, без вопросительного знака. Для автора ответ на вопрос, зачем нужна проза, стихи, книги, очевиден. По признанию самого Анатолия Амельчука, он не работает над текстами, а работает над книгами в целом. Вот и в новом издании родился уникальный жанр. Мы изобрели жанр сбоку. Это не японский хокку. Это какая-то в двух, не более чем в трех словах, какая-то выраженная. Русский язык, но он настолько глубок, настолько образен в каждом слове. И рядом поставленные два слова, вынесенные на поля этой книжки, они работают и создают. Летописец и певец Сибири. Так называют Анатолия Амельчука, поклонники его творчества. И правда, множество книг вышло из-под пера писателей. И все они, по сути, о любви, о большом чувстве к родине. Я всегда поражаюсь. Несмотря на то, что я прочитал все, что он написал, я посмотрела все его фильмы, я поражаюсь вот этому удивительному дару слышать, понимать слово русского языка. Козырный век, век 21-й. Для обладателя Большой литературной премии России он расцвет творчества. Международный день дарения книг Анатолия Амельчук сделал подарок и научной библиотеке Института культуры. Она пополнилась новым изданием автора. Мария Пантелеева, Вячеслав Иваненко, Вести, регион Тюмень.